Дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Вы помните, о чем мы говорили на прошлой неделе? В тот раз мы услышали историю о том, как один книжник спросил Иисуса, какая из заповедей самая важная, и заодно узнали, что ответил ему Иисус. Сегодня мы рассмотрим два других момента этой истории, а именно, как отреагировал книжник на ответ Иисуса и почему Иисус напоследок сказал ему, что он недалеко от Царства Божьего. Подробнее об этом вы узнаете в нашей сегодняшней проповеди. Кроме того, мы узнаем, чему нас может научить и на что нас может вдохновить этот ответ. Вы ни в коем случае не должны пропустить эту информацию. «Какая из заповедей самая великая?» — спросил Иисуса книжник. И тот ответил ему, возлюби своего Бога и ближнего своего. Но как же отреагировал на это книжник? Он ответил Иисусу, «Хорошо, учитель». И далее он повторил то, что до этого сказал ему Иисус. «Истину сказал ты». Это Евангелие от Марка. «Один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя. А затем он кое-что добавил. «Есть больше всех всесожжений жертв». Так сказал книжник. Мы знаем, что верующие иудеи регулярно приносили животных в храм, чтобы совершить жертвоприношение. Всесожжение — это был один из способов принести животное в жертву, то есть животных сжигали на жертвенники. Но это жертвоприношение часто было просто ритуалом. Многие делали это согласно традиции. Другие приносили жертвы из чувства вины или желания не стать причиной пересудов в религиозной среде, не принимая участия в жертвоприношениях. Такие люди делали это не из чистого сердца. Примеры такого жертвоприношения мы можем видеть уже в Ветхом Завете. Например, в книге пророка Асии Бог говорит Израилю, а вернее Ефрему и Иуде. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуд? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающие. Посему я поражал через пророков и билых словами уст моих, И суд мой, как восходящий свет, Ибо я милости хочу, а не жертвы, И боговедения более, нежели всесожжений». Именно от этого Бог, говоря языком людей, и страдал. Слово «страдал» здесь можно заключить в кавычки. Для него это была соринка в глазу. Бывает, что люди с радостью служат Богу, но делают это только для вида и в угоду себе, а не из любви к Богу. Тогда любовь людей к Богу была мимолетной, как утренний туман. Наверняка вы знаете, какой летом бывает туман по утрам. Он простирается над полями, но потом восходит солнце, и этот туман исчезает. Становится ясно, все становится видно. Так Бог описывает любовь к Нему, Его народу. Они приносили жертвы, потому что так надо было, а не потому что они любили Бога. Сегодня мы не приносим в церкви в жертву баранов и гнят в буквальном смысле. Нет, никто из нас не приносит в храме в жертву животных. Эта практика осталась в прошлом. В Иисусе Христе раз и навсегда были выполнены все жертвенные обряды. Он стал агнцем, которого закололи ради прощения наших грехов. Вот почему нам сегодня не нужно больше приносить животных в жертву. Тогда жертвы были лишь предвкушением того, что позднее было исполнено во Христе. Поэтому-то мы этого и не делаем. Может быть так, что мы ходим на службы не из любви, а из чувства долга. Но допустимо ли это в церковных кругах? Многие полагают так. Если в понедельник мне будет звонить пастор и интересоваться, где я был вчера, уж лучше я пойду в церковь. И тут возникает вопрос, а что нам дает стимул? Что мотивирует нас служить Богу и в церкви тоже? Зачем мы рассказываем нашим ближним об Иисусе? Потому что так надо или потому что мы любим Бога и наших ближних? Дает ли нам стимул Божья любовь? Или признание со стороны других? Похоже, что книжник понял это. И вот что мы читаем в Евангелии от Марка далее. Иисус, видя, что Он разумно отвечал, сказал Ему, недалеко ты от царства Божьего. Ты хороший человек. Ты на верном пути. Ты понял, что речь идет не о религиозных действиях. Речь идет об истинной Божьей любви. Этот человек выказал понимание. И, судя по всему, его было можно всему научиться. Так же нас сбивают с толка слова Иисуса, которые Он сказал Ему. Иисус отреагировал на слова книжника, очень понимающим. Он сказал Ему, недалеко ты от царства Божьего. Он был совсем рядом. Но внутрь Он еще не попал. Как трагично. Мы не знаем, что было дальше с этим книжником. Возможно, впоследствии Он действительно обратился в веру в Иисуса. Мы не имеем никакого понятия. Но в этом эпизоде Он еще не вошел в царство Божие. Он совсем близко. Он уже практически схватил свой трофей. Так близко. Тут мне вспоминается один случай из футбола. Да простят меня фанаты Баварии. Это был 99-й год. Лига чемпионов. Финальная игра. Бавария против Манчестер Юнайтед. На шестой минуте счет стал 1-0 в пользу Баварии и Мюнхен. Часы тикали и тикали. И вот была уже 90-я минута. Бавария продолжала вести 1-0. Игроки видели Кубок Лиги Чемпионов. Он стоял на трибуне. На него уже стали прикреплять красный логотип Баварии. И вот на второй минуте дополнительного времени счет стал 1-1. А то ли на 4-й, то ли на 5-й минуте. И 2-1 в пользу Манчестера. Бавария уже считала, что Кубок ее... Поэтому в конце матча для них было настоящее горе. Вы понимаете, о чем я, да? Они были так близко. Но Кубок они не получили. Видевшие это, должно быть, были изумлены. Казалось бы, этот книжник все понял. Но почему тогда Иисус сказал ему такие слова? Почему он сказал ему, что он еще не преодолел границу к Царству Божьему, а все еще стоит на ней? Он очень близко, но еще не перешел эту границу. Вы помните историю о богатом юноше, который хотел знать, что ему делать, чтобы обрести вечную жизнь. Иисус сказал ему, знаешь, заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Вот это да. Он был так близко. Иисус, взглянув на него, полюбил его. Мне кажется, что в истории с книжником мы видим такой же нюанс. Божью любовь получить просто. Никто не будет вам в этом препятствовать. Вы очень близки к Царству Божьему. Иисус полюбил вас, но вы еще только рядом с Ним. Вы еще не вошли туда. И сегодня Иисус говорит вам, идите ко мне, приходите все ко мне. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди. Все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и последуй за Мною, взяв крест. Он любил свои деньги больше, чем Бога. Он ушел от Иисуса в грусти и печали. И тогда его ученики спросили его, да что же такое должно произойти? Кого вообще тогда можно спасти? Если уж этот человек не может войти в Царство Божие, то кто вообще сможет? Они же чрезвычайно изумлялись, так сказано в Библии, и говорили между собою, ну кто же может спастись? А Иисус ответил им, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И вот с нашим сегодняшним отрывком перед нами стоит этот книжник с наилучшими предпосылками для вступления в Царство Божие. Он религиозен, он хочет угодить Богу. Он заинтересован в этом, он все понимает. Разве он не идеальный кандидат, которого ищет Иисус? Постепенно, когда мы читаем этот текст, до нас все доходит. До нас доходит, что соблюдение этих двух заповедей, любить Бога и любить ближнего, никогда не будет осуществимо одними нашими силами. Мы не сможем полностью их соблюдать, ведь это так. Но кто же тогда может, кто сможет возлюбить Бога всем своим сердцем, всею свою душою, всем своим разумением и всею свою крепостью, и при этом также сможет возлюбить своего ближнего, как самого себя. Должен признаться, от всего сердца заверяю, вот я лично так не могу. Я должен говорить правду и только правду, и я говорю вам ее. Я не всегда люблю Бога всем своим сердцем. И своим разумением я его не всегда люблю. И моя воля тоже часто исходит не от него. И мои эмоции тоже. Я не направляю всю свою крепость к Богу. Я не всегда люблю его целиком и полностью. И сегодня тоже это так. И завтра, возможно, тоже. И вы ведь тоже, правда? То есть я не один такой. Кажется, нас, по крайней мере, ну хотя бы трое в этом зале. Но как же обстоят дела с нашими ближними? Скажите, всегда ли мы любим их так, как Бог ожидал этого от нас? Служим ли мы в должной вере своим собратьям по вере? Думаем ли мы о них в должной мере? Испытываем ли мы к ним такие же чувства, какие испытываем и к себе лично? Да нет, никогда. Но кто же тогда сможет это сделать? Есть только один, кто обладает такой любовью. И это Иисус. Аллилуйя. Это Он, единственный, кто любил Бога в должной мере каждое мгновение своей жизни. В Его сердце не было ни одного квадратного миллиметра, который бы Он не отдал Своему Отцу. Он всегда был полон любви к Нему. Он любил Его всей Своей душою, всеми Своими эмоциями. В Нем не было ничего, что не нравилось бы Богу. Он всегда был исполнен чистой, искренней и совершенной любви к Богу, Своему Отцу. Он любил Бога так же и всем Своим разумением, и всею Своей крепостью. В Его жизни не было ни единого момента, когда Он что-то делал не для Бога. А как же обстояли дела с Его отношением к ближним? Любил ли Он Своих ближних, как самого себя? О, даже больше того. Он покинул небеса из любви к вам. Он возлюбил Своего ближнего, который был не в состоянии соблюдать Его заповеди. Ради Своего ближнего Он отказался от большего, чем мы можем себе представить. Он отдал все, чтобы умереть за Своих ближних на этой земле. Он умер за тех, которые любили Бога своим сердцем, душою, разумением и крепостью, не настолько сильно, как следовало бы. Тот книжник был так близко к Царству Божьему. Но чего же ему не хватало? Он хотел знать, какая заповедь была самой важной, чтобы удостовериться, что он соблюдает и ее. Но если мы думаем, что можем что-то заслужить от Бога, соблюдая первую заповедь, то тем самым мы уже доказали, что мы не в Царстве Божьем. Если путь к Царству Божьему — это абсолютная покорность и полное совершенство, то мы можем быть уверены, никто из нас туда не войдет, никто не дня в своей жизни. Вы не любили Бога всем своим сердцем, всем своим разумением, всею своей душою и всею своей крепостью. И Бог говорит нам, не в вас сила войти в Царство Мое. Понимаем ли мы это? О, мы должны капитулировать перед Богом, перед Его требованиями, сложить оружие и отпустить свою самоуверенность. Любовь к себе и своим делам мы должны выбросить на ветер, потому что всего этого недостаточно. Но как же тогда быть? Как же тогда нам войти в Царство Божие? Этому посвящено все Евангелие от Марка. В первой главе этого Евангелия мы можем прочесть его основную цель. Пришел Иисус в Галилею, проповедую Евангелие Царства Божьего. Об этом мы сегодня уже говорили. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. А это означает, что в Царство Божие мы сможем попасть лишь через благую весть Иисуса Христа. И эта благая весть Иисуса Христа показывает нам, что без Иисуса Христа нам не попасть в Царство Божие. Она показывает нам, что некто другой соблюдал за нас величайшую заповедь. Он неукоснительно соблюдал этот закон. И он не только соблюдал его, но и понес наказание за то, что мы этот закон нарушили. Это никто иной, как сам Царь Иисус, который говорит нам, который говорит и вам, и мне. Забудьте все, что вы делали. Забудьте это. Откажитесь от своего Царства, покайтесь в своих грехах и поверьте в Меня. Войдите в Мое Царство. Это и есть благая весть. В эти дни наши граждане испытывают огромную неопределенность. Они боятся, потому что они осознали, что их жизнь чрезвычайно хрупка. Что скажут на ваших похоронах? Ведь всем нам в итоге придется умереть. Тот книжник был близок к Царству Божьему, но недостаточно близком. Кубок был близко в руках у Баварии, но они его почему-то так и не получили. И в этой церкви сейчас сидят люди, прожившие всю свою жизнь на границе Царства Божьего. Им может быть сколько угодно лет. Они были так близки к тому, чтобы перейти эту границу. Но этот шаг к нашему заместителю Иисусу Христу, шаг, который делается благодаря покаянию и вере, они так и не сделали. Тот книжник многое знал. Он понимал учение Иисуса. Он понимал и то, что любовь к Иисусу должна быть в приоритете. Но когда пришел Иисус Христос, наш Спаситель, и сказал, приходящего ко мне не изгоню вон, по крайней мере в тот момент он не пришел к нему со своей верой. И вот мои вопросы к вам, а вы когда-нибудь взывали к Иисусу? Говорили ему, будь моим Спасителем. Вы когда-нибудь говорили в молитве? Признаюсь, я не соблюдал твою заповедь, пожалуйста, прости меня. Вы когда-нибудь глубоко в душе молились такими словами? Господь Иисус Христос, я верю, что это Ты соблюдал за меня эту заповедь, которую я сам не в состоянии соблюдать. Вы когда-нибудь взывали к Иисусу? Будь моим Спасителем, мне нужен Искупитель, если это так, то Он вас спасет, Он вас спасет. Почему? Да потому, что Он так сказал, поэтому взывайте к Нему. Он верен в Своих обещаниях. Аминь. Какая из заповедей самая великая? Спросил Иисус один книжник. На что Иисус ответил ему? Первая из всех заповедей слушай Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего как самого себя. В конце концов, книжник принял этот ответ и согласился с ним. Кристиан, какие уроки мы можем извлечь для себя из реакции этого человека. Итак, он ответил, хорошо, учитель. Он согласился с Иисусом и сказал, да, действительно, это хороший заповедь, величайший заповедь, но из дальнейшего разговора мы понимаем, что он постиг это своим разумом, но вошло ли это в его сердце, в глубину его сознания, вошло ли это знание в его дух? Вот это уже вопрос спорный. Несмотря на положительную реакцию со стороны этого человека, Иисус сказал ему, что он недалеко от Царства Божьего. Как мы можем понять эти слова «недалеко от Царства Божьего»? О ком так можно сказать сегодня? Эти слова «недалеко от Царства Божьего» значат не что иное, как то, что человек находится не в самом Царстве Божьем. Он близок к нему, но еще не вошел туда. Если спросить, о ком так можно сказать сегодня, то можно сказать, что есть группа людей, которые категорически отвергают Иисуса и других людей, упоминающихся в Библии. Они не хотят считаться с ними. Они близки к Царству Божьему, но не стремятся туда. Но есть и другие, и их очень много. Они, как и этот книжник, думают, что все правильно делают. Они говорят, «Да, Иисус, ты прав. Мы должны любить Бога больше всего со всем, что мы имеем». Они считают, что все правильно поняли, но в этом заключается опасность, если они или мы будем полагаться только на себя и считать, что прекрасно соответствуем этим высоким требованиям, то тогда мы будем на ложном пути, тогда мы не совсем поняли, что собственно означает для нас Иисус, а ведь это очень высокие требования. Я перечислю их снова. Любить своего Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением. И напоследок я хочу спросить себя вот о чем. Этот вопрос просто напрашивается, как же нам попасть в Царство Небесное, да? Так что же для этого нужно сделать? Что для этого нужно сделать? Что я должен для этого сделать? Но в конце концов все мы должны понять, а также признать, что сами мы не в состоянии соответствовать столь высоким требованиям, а именно любить Бога всем своим сердцем, всем разумением и всей своей крепостью. Мы просто не в состоянии этого сделать. Вот единственный путь в Царство Божие. Просто признать, сам я не могу. Мне нужен кто-то другой, кто сделает это за меня. И кто же это может быть? Только тот, кто безгрешен, и это Иисус. Он возлюбил своего Отца всем своим сердцем, всем своим разумением, всею своей душою, всею своей крепостью. Он всегда любил его, и не было ни момента, в который он бы этого не делал. Именно он и нужен нам. Нам нужен Иисус. Поэтому мы должны относиться к этой и многим другим историям из Библии со всей серьезностью. Мне кажется, они должны пробудить людей, в том числе наших зрителей, которые уже давно смотрят нашу программу, и которых внутри что-то коснулось. Возможно, они даже иногда плакали. Так она повлияла на них в эмоциональном плане. Они думали, что уже достигли Царства Божьего. Но этот библейский текст разубедил их в этом. Так что нужно проверять себя. Наготовили у нас оружие, верим ли мы во Христа. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров Корректор А.Егорова